Друзья, привет! Меня зовут Игорь, вы на канале Техногайд. Здесь мы говорим о новых гаджетах. И знаете, вот в предыдущем ролике я вам рассказывал о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 6. Это мой личный браслет, я его использую. И если вы смотрели предыдущий ролик, то вы, наверное, заметили, что в принципе он меня устраивает. Но тут вот такая штука попал ко мне в руки браслет Huawei Band 6. И какое-то время я эти два браслета использовал, вот как бы попеременно сравнивал, сопоставлял. И хочу сейчас поделиться с вами впечатлениями. Это будет в какой-то степени обзор и мои мысли о Huawei Band 6. А с другой стороны, от сравнений уйти не получится, потому что браслеты так или иначе друг с другом конкурируют. И если вы выбираете вот подобное решение, то вы, скорее всего, будете и эти модели рассматривать. Может быть, даже в первую очередь рассматривать. Ну, в общем, поехали. И знаете, вот первое впечатление, когда достал я эту штуку из коробки, типа, это вообще браслет или все-таки часы? Что так вообще можно делать? Посмотрите, какой здесь экран. Это прямо экранище по меркам фитнес-браслетов, по крайней мере. Я прекрасно помню времена, когда подобные дисплеи по размеру были у телефонов. И мы даже умудрялись на них смотреть фильмы. И я специально вначале сказал, что мой браслет, вот он, это Xiaomi Mi Band 6. То есть Huawei мне эту штуку не подарил, мне ничего не занесли. Но это тот случай, когда хочется вот искренне от души сказать, Huawei, ребята, вы просто молодцы. Выпустить браслет в форм-факторе часов, при этом цену сохранить плюс-минус такую, как у обычных фитнес-трекеров, типа вот этого. Ну, это круто. Причем разрешение здесь 194 на 368. Это очень много, как для такого дисплея. Технология AMOLED, хочу отметить. Посмотрите, какие тоненькие шрифты. И при этом пиксели, ну, вы их, конечно, видите, если присмотреться. Но все равно цифры, вот все-таки сглаженные шрифты, ну, как будто на хороших, недешевых смарт-часах. А не на браслете, который стоит, там, плюс-минус 50 баксов. Единственный момент, касаемо экрана, здесь нет авторегулировки яркости. Ну, кстати, здесь ее тоже нет. И пора, пора, наверное, уже добавить. То есть яркость, как бы, регулируем только вручную. И, например, для лета это не очень удобно, потому что в помещении у вас всегда яркости будет с избытком, так, чтобы на улице вы могли все рассмотреть. Или, соответственно, если вы в помещении сделаете яркость, приглушите, то тогда вам не хватит ее на улице. Потому что очень большой контраст сейчас солнечное лето и большой контраст между освещением в помещении и на улице. Но в целом есть ощущение, что дизайнеры просто в какой-то момент забыли, что они проектируют просто фитнес-браслет и решили, так сказать, не мелочиться. А вообще, если серьезно, то вот вам ответ на вопрос, куда будет развиваться, вообще двигаться индустрия всяких носимой электроники, вот именно маленьких фитнес-трекеров. Вот оно. Казалось бы, да, все уже, все, что можно было впихнуть, впихнули. Вся функциональность, ну, куда, куда еще какой-то технологический тупик. А нет, вот оно. Целое вот непаханное поле для экспериментов, как минимум с форм-фактором. Почему большой дисплей в фитнес-браслетах это удобно? Ну, во-первых, ты совершенно по-новому воспринимаешь управление с помощью свайпов. А свайпы здесь это вообще основа управления. Так вот, свайпать по более широкому дисплею гораздо удобнее, чем, ну, например, вот здесь. Во-вторых, серьезная часть функциональности в таких устройствах завязана на чтении различных уведомлений и сообщений, которые приходят вам на смартфон. Так вот, понятное дело, что читать текст на более крупном дисплее гораздо-гораздо удобнее, чем на узеньком. Текстовая информация здесь смотрится как-то вот естественнее, что ли, больше текста помещается. В остальном здесь как бы без сюрпризов. Пластиковый корпус довольно неплохо по ощущениям сделан, резиновый ремешок и датчики все вот на своих местах. Традиционная магнитная зарядка. Да, ремешок здесь ближе к часам, а не к браслетам. И застегивается примерно как на часах. Такая вот особенность форм-фактора. И в этом плане, кстати, Xiaomi удобнее, потому что застегивается он, ну, как-то, как по мне, вот проще. Легче его снять, надеть быстрее, чем здесь получается. От механических кнопок решили полностью не отказываться. Вот она, боковая, есть. И она очень помогает, когда вам нужно из каких-то дебрей меню быстро выйти на рабочий стол. Одним нажатием и все. Реально мне вот в браслете от Xiaomi очень не хватает такой возможности. Здесь приходится несколько раз свайпать назад. Как и любой современный фитнес-браслет, Huawei Band 6 совместим не только с Huawei смартфонами, не только с Android смартфонами даже, но и с iPhone. Вот если вы, например, не готовы брать смартфон от Huawei, потому что там нет сервисов Google, а они вам нужны, то браслет можете брать смело. Здесь все как бы работает. Единственный момент, что если вы к iPhone его подключаете, то у вас не будет управления удаленного камерой и музыкой. Ну, не знаю почему, так вот. Подключается браслет через приложение Huawei Health. Здесь все плюс-минус стандартно. Есть информация по вашим текущим активностям, спортивные показатели, пройденные шаги, ну и настройки. Также можно выбирать среди множества циферблатов, которых со временем, надо полагать, станет еще больше. И роль циферблатов, прям скажем, возросла при таком-то большом дисплее. Обратите внимание, в прошлом ролике я хвалил Xiaomi Mi Band 6 за количество спортивных режимов, которых здесь примерно три десятка. Так вот, здесь в спортивных режимах 96. Почти сотня видов спортивной всякой активности, физической, которую может отслеживать данный браслет. Ну, реально, скажите, круто. Правда, в меню их немного спрятали. У вас 11 основных и остальные в пункте виджеты. Но всегда можно отметить те виды активности, которые вы практикуете регулярно, и они уже появятся в основном списке. Тут просто все, что только можно вообразить. Например, есть не просто вот танцы, а разные виды танцев. Джазовые, танец живота, подобные вещи. Короче, настоящий зоопарк. Еще такая есть фишка, если вы забудете запустить тренировку, то трекер сам распознает, чем именно вы сейчас начали заниматься и напомнит вам о себе. Встроенный GPS так и не завезли. Ну и ладно, я все равно бегаю со смартфоном, а если вы занимаетесь в спортзале где-то, в помещении, то вам там GPS и не нужен. В остальном есть все необходимое. Пульс браслет считает, насыщенность крови кислородом измеряет, качество сна мониторит. Конечно, для точных измерений нужно использовать специальное медицинское оборудование, а не подобные штуки. Но если есть какие-то проблемы, то фитнес браслет может стать первым таким звоночком, что вам надо обратить внимание на свое здоровье. Возможно, обратиться к врачу для более профессиональной диагностики. Шаги моделька считает на удивление точно. Я специально проверял. Лишние шаги практически не накидывает, когда вы за рулем автомобиля едете или, например, на клавиатуре набираете текст. Есть умный будильник, который разбудит вас не по конкретному времени, а в заданном диапазоне, в тот момент, когда вы будете в наиболее подходящей для пробуждения фазе сна. Честно скажу, я этой функцией на регулярной основе не пользуюсь, но знаю людей, которые просто вот от этого балдеют. Оно им помогает легче просыпаться утром. Автономность на хорошем уровне. Заявлено те же 14 дней, что и в Mi Band 6. Понятно, здесь дисплей крупнее, соответственно, выше будет энергопотребление. Но здесь больше и корпус, поэтому более емкую батарею сюда, наверное, можно засунуть. При экономном использовании заявленную автономность устройство отработает. Но если вы будете поставить, например, на регулярной основе измерять пульс, насыщенность крови кислородом и будете активно тренироваться часто, то где-то на 7 дней, вот неделя, там до 8 дней, я думаю, можно примерно рассчитывать. Зато есть быстрая зарядка, всего за 5 минут производитель заявляет, что браслет можно зарядить так, чтобы он проработал еще 2 дня. Что касается звонков, когда вам звонят, на дисплее браслета отображается имя из адресной книги или номер звонящего. Но принять вызов вот так вот с браслета нельзя, можно только приглушить звук. Собственно, это то, что отличает вот такие недорогие смарт-браслеты от прокачанных часов, с которых можно даже, там есть динамик, микрофон, можно даже поговорить по телефону, вот не прикасаясь к смартфону. Здесь этого нет. Ну что, друзья, я не буду вам ничего навязывать, посмотрите предыдущий ролик по Xiaomi Mi Band 6 и самостоятельно сделайте выбор между этими двумя моделями, если вы их рассматриваете. В пользу продукта от Huawei говорит, конечно же, большой дисплей. Это прям-таки киллер фича данной модели. У вас получается и браслет такой фитнес-трекер, и часы, и вот так вот в одном. В свою очередь Mi Band 6 Xiaomi это своего рода классика жанра в этом сегменте. Такой вот компактный очень браслет, может быть в каких-то очень интенсивных тренировках. Это даже удобнее, он такой вот маленький, вы его вообще не замечаете, при необходимости очень легко и быстро снимается. Напишите, какой браслет больше понравился лично вам, учитывая то, что стоят они плюс-минус одинаково. Буквально чуть-чуть дороже стоит моделька от Huawei, но это вообще там разница не принципиальная. Буду рад, если подпишетесь на канал, поставите лайк этому видео, если понравилось, и увидимся уже скоро в новых роликах. Пока!